Нам нужно приносить плоды. Это наше призвание. Это то, что мы хотим делать. Если это наше призвание, мы также должны всегда быть готовы проверять себя и изменять то, как мы что-то делаем. Я много изменил за последние многие годы. Я евангелизировал 23 или 22 года с того времени, как я родился свыше. Я евангелизировал, и я постоянно испытывал и проверял себя, и менялся, что работает, что не работает. И кто-то написал мне вчера и сказал, «Эй, я часто евангелизирую на улице и видел, как многие люди исцеляются, но не вижу, как многие люди рождаются свыше. Я хочу продолжать и принести плод, который пребывает. Что мне делать? Я хочу снять это видео и поделиться некоторыми простыми советами, которых я научился, как завоевывать людей для Христа. Потому что я знаю, что есть много людей, кто выходят на улицу и видят, как многие люди исцеляются, и вы можете делиться евангелием со многими, не видя, что люди действительно рождаются свыше. И это то, что мы хотим видеть. Мы хотим видеть, как люди рождаются свыше, растут во Христе и созревают во Христе и продолжают приносить свои плоды. Несколько дней назад я снял видео на школе пионеров, где я говорил о рождении свыше и младенцах, детях и отцах в вере, потому что мы хотим, чтобы люди возрастали. И это сейчас большая задача для нас, как сделать, чтобы люди возрастали. Но сначала, как сделать, чтобы люди рождались свыше, как действительно быть эффективными в евангелизации. Есть три вещи, которые, я думаю, могут помочь вам понять, которые могут очень помочь вам завоевывать людей для Христа. Луки 10. Иисус послал их, чтобы найти конкретного человека, человека мира. Это человек, которого... которого Святой Дух уже притягивает. Человек, в жизни которого Святой Дух сделал уже работу, перед тем, как вы встретите их. Вы видите, как Филипп пришел к Евнуху, и он уже изучал Слово, потому что он уже искал Бога. Это ясно с Петром и домом Корнилия, что Бог действительно сделал невероятную работу, прежде чем Петр вошел в этот дом, так что Корнилий и его семья были готовы принять. Если мы хотим быть эффективными в достижении людей для Бога, мы должны помнить, что никто не может прийти к Богу, если Бог не приведет их. Покаяние – это на самом деле работа Святого Духа. Святой Дух должен открыть людям глаза. Поэтому надо, чтобы Святой Дух привел нас к этим людям, которых Бог хочет достичь через нас. Я вам скажу, молитесь, будьте близки к Богу, посвящайте много времени молитве, и тогда скажите, «Боже, кого Ты хочешь, чтобы я нашел? Кого Ты сейчас притягиваешь? В ком Ты сейчас делаешь работу? Однажды Иисус отправился в Самарию. Другие хотели обойти Самарию, но Иисус знал, что Он должен идти в Самарию. Почему? Потому что вы читали об этом, что Он встретил женщину возле колодца, и она была там. Иисуса привело к ней. Она была готова раскаяться прямо сейчас, когда она встретила Иисуса. Она была там. Иисус обучал там своих учеников. Откройте глаза. Урожая много. Он созрел. И сейчас жатва созрела. Есть люди, которые готовы принять. Они там. Нам просто надо их найти. И кто лучше может найти людей, чем Святой Дух? Итак, молитесь, ищите Бога. И скажите, Боже, кому Ты хочешь, чтобы я пошел? Кому Ты приведешь меня сегодня? И затем Ты найдешь все эти удивительные истории. Ты встретишь людей, которые скажут, «Вау, это так интересно, что Ты меня остановил, потому что вчера я смотрел в небо и говорил, «Бог, если Ты там, пошли кого-нибудь». Или «Так интересно, что Ты сейчас меня остановил, потому что несколько дней назад я молился Бог, если Ты там, пошли ко мне, кого-нибудь». Или «Ты остановил меня сейчас, а вчера мне приснился сон, и я знал, что сон от Бога. Расскажи мне больше». Все эти истории вы услышите снова и снова и снова. Почему? Потому что вы нашли этого человека мира. Вы нашли человека, которого притягивает Святой Дух, к которому зовет вас Святой Дух. Итак, первый шаг – будьте вводимы Святым Духом. Молитесь, ищите Бога. И спрашивайте, кому Он посылает вас, и затем идите туда. Следующий шаг – делитесь Евангелием. Иисус сказал, «Когда ты найдешь человека мира, делись Евангелием». И там, я думаю, когда вы найдете того человека, который открыт, не идите на компромисс. Не делитесь Евангелием спасения, как мы часто делаем. «Вот что надо сделать, чтобы родиться свыше». Потому что если ты скажешь, «Вот что надо сделать, чтобы родиться свыше», они будут думать, «Как мне сделать этот первый шаг и родиться свыше?» И затем ты их больше не увидишь. Лучше сказать, «Вот что надо сделать, чтобы следовать за Христом?» «Ты хочешь следовать за Христом?» «Да». «Ты должен родиться свыше?» «Да». «У, там плачет ребенок». «Ты должен родиться свыше?» «Да». «Но не останавливайся на этом. Тебе нужно продолжать во Христе». Я бы сказал, что в последние годы я был еще острее, когда речь шла о Евангелии. Я не только говорил, что нужно делать людям, когда речь идет о покаянии, крещении в воде и Святым Духом, но что люди должны делать, чтобы продолжать во Христе. Если вы сразу же дадите людям мошление, что это то, что им нужно, это ученичество, это значит следовать за Христом, вы увидите, что некоторые люди могут его отвергнуть, потому что они не готовы следовать за Христом, потому что это слишком радикально. Но те люди, которые говорят «да», они продолжают следовать за Христом. И это то, что мы хотим. Мы не хотим много решений, а затем люди внезапно отпадают, и вы их больше не увидите. Тогда лучше получить тех людей, которых Бог призывает, которые готовы для этого. И я думаю, что это действительно важно. Иисус сказал «идите, делайте учеников, крестя их и уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Итак, Иисус повелел нам, первое – крестить, второе – учить. Если люди не хотят учения, тогда они не готовы для крещения. Я слышал о тех, кто хотел креститься, и как только они приходили, и им говорили «хорошо, давайте сядем и поговорим об Иисусе больше», они говорили «нет, нет, я не заинтересован, я просто хочу креститься, я хочу пойти на небеса». Если ответ такой, то мы проповедовали неверное Евангелие, потому что мы не должны проповедовать «покайтесь, креститесь, идите на небеса». Нет, нам надо проповедовать «следуйте за Христом», и причина, по которой люди крестятся, такова. Да, для прощения ваших грехов, очищения, новой совести перед Богом, свободы от ваших грехов, чтобы вы могли начать новую жизнь с Богом. Обо всем этом мы читаем в Библии. Но люди крестятся в основном, потому что они хотят следовать за Христом и продолжать во Христе также после крещения. Итак, проповедуйте Евангелие, цель которого не спасение, а следование за Христом. Человек мира, те люди, которые готовы, которых Святой Дух действительно притягивает, они хотят этого, Евангелие. Они хотят всего, потому что Святой Дух их притягивает. Они говорят, «Все, что вы говорите, я хочу». Почему? Потому что это работа Святого Духа. Итак, не еди на компромисс. Будь радикальным, ясным, с большой любовью, давая им все, что им нужно. Еще одно. Потом, останься с ними. Я думаю, что это важно. Иисус говорит, «Когда ты идешь и находишь человека мира, человека, который открыт для Бога, которого Святой Дух притягивает, проповедуй Евангелие, исцеляй больных». Да. И потом, останься с ними. Не иди с дома в дом. Останься там, потому что они нуждаются в тебе. Они нуждаются в тебе. Будь с ними. Проводи время с ними. Встречайся с ними. Не спеши, когда найдешь человека, который готов принять Иисуса, принял его. Не говори, «Удивительно!» И не пиши это на Фейсбуке, а затем не иди, пытаясь найти других людей. И пусть этот ребенок просто умрет. Нет. Останься с ними. Встречайся с ними снова. Учи их. Потому что, если ты дашь им молоко, и я говорил об этом в последнем уроке на Школе Пионеров, если ты дашь им молоко, если ты помогаешь им, то ты увидишь плод, который пребывает, потому что они останутся во Христе. Это первый шаг. Но ты увидишь даже больше плодов, потому что те люди, которых ты сейчас привел ко Христу, самые большие евангелисты, которые у нас есть. Почему? Потому что теперь у них есть друзья и семья, которые видят изменения в их жизни. Если ты эффективный, то ты можешь потом использовать отношения того одного человека, которого ты привел ко Христу, или встретиться с ними. Так что ты можешь увидеть, как еще один друг придет ко Христу, и еще один друг придет ко Христу. И вдруг ты видишь, что вся семья спасена. И я видел, что тут самые лучшие плоды, потому что если спасен только один человек, то много атак, и ты одинок, и это непросто. Но когда обращаются к Богу и принимают спасение двое или трое друзей, или семья, то они здесь друг для друга. Итак, когда вначале один из них сражается, как многие люди, то другие скажут, держись, они помогают друг другу идти правильным путем. И так легче, гораздо легче видеть, как люди пребывают во Христе, если в одной семье, или в тех же отношениях, больше людей. И так, это мои три совета для того, кто написал мне несколько дней назад, что мне делать. Я много евангелизировал на улице, я хочу быть эффективным в завоевании людей. Молись, ищи Бога. Молись, спастись, ищи Бога. И молись, Бог, кто этот человек. И пусть Дух приведет тебя к этому человеку мира. Найди того человека, в котором Бог уже делал работу. Когда ты найдешь их, проповедуй Евангелие. Не Евангелие спасения, но Евангелие следования за Христом. Да, результаты этого спасения, но цель следовать за Христом, пребывать во Христе. Говори не только о том, что делать сейчас. Говори о жизни. И затем оставайся с ними. Встречайся с ними снова. Учи их. И затем через их отношения завоевывай их друзей и семьи для Христа. Надеюсь, это видео поможет тебе. Давайте завоевуем людей для Христа. Жатвы много. Есть люди, которые нуждаются в тебе прямо сейчас. Пусть Бог благословит тебя. Пока.